МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей стране, кроме Министерства обороны, солдаты, прапорщики и офицеры, служат еще в 11 федеральных силовых структурах, в том числе и Федеральной службе исполнения наказаний. У каждой из этих больших и малых силовых ведомств есть своя военная медицина со своими кадрами, инфраструктурой и финансированием. На защите здоровья в региональной тюремной системе стоят сотрудники Федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарной части номер 5. Сегодня я познакомлю вас с теми, кто выбрал профессию спасать жизни и помогать людям. Сегодня у нас на обсуждении пациент, поступивших к нам вчера вечером с подозрением на туберкулез. Сегодня утром было проведено обследование. Регинограмма и томограмма данного пациента. Ознакомьтесь, пожалуйста. Доставим также карточка в санглозатесине. Туберкулезная больница состоит из двух отделений. Есть отделение для хроников, отделение для первичных больных. После стационарного курса лечения у нас больные долечиваются в здравпункте. У нас имеется в составе больницы еще здравпункт, где больные проходят амбулаторное лечение. У нас имеется пять фтезиатров врачей. Кроме фтезиатров у нас есть врачи других специальностей, в частности. Стоматолог, психиатр, рентгенолог, терапевт, врач-гигиенист. Я Тутуна Абдулкадир Мудунович. Являюсь заместителем начальника филиала туберкулезной больницы ВКУС МСЧ-5. Я врач Ильясов Али Акбарович, врач-фтезиатр. Я Курбанова Анжела Загидиновна, майор отставки. Являюсь врачом-фтезиатром туберкулезно-легочного отделения номер один филиала туберкулезной больницы ВКУС МСЧ-5 Син-России. Меня зовут Муртазаева Марина Марифовна. Я врач-рентгенолог. Меня зовут Амарова Ума. Я работаю в данном учреждении с 2010 года. Я Алиф Ибрагим Абусаидович. Работаю в должности начальника туберкулезной больницы ВКУС МСЧ-5 Син-России. Наш филиал находится в лечебно-исправительном учреждении номер 4. Я в 1971 году окончил среднюю школу, подал документы Тагестанской государственной сельскохозяйственной института. И поступил на заочное отделение экономической факультеты. В 1972 году меня забрали в армию, служил в Германию. А в том году поступила моя сестра в медицинскую. Покойная уже получается. Я приехал в отпуск осенью. С Германии приехал. И сестра начала рассказывать, как интересно медицинскую и так далее. И я набрал целый чемодан учебников. По мне это не обман. Полный чемодан учебников. Поехал, вернулся в армию служить, в Германию. Занимался самообразованием. Конспекты до сих пор даже сохранились. Ну, мечта была такая. Меня потянуло в медицину. Вернулся оттуда в 1974 году с армии. Отслужил. И подал в документе медицинскую. Забрал с сельхозинсюду документы. Подал в медицинскую документы. Предрасположенность, наверное, какая-то со школы. Оказать какую-то помощь больным людям. Ну, мама, может, где-то настраивала свое время. Что помогать людям, это делать добро. Так, наверное. Я решила стать врачом самоодица. Я родилась в врачебной семье. Отец у меня был врачом. Мат работал в больнице. У меня было призвание с самого детства. И детство еще ходило, помогало им. Мандреном чистить шприцы. И родилась, можно сказать, в больнице. А на это еще со школы, как у всех, был выбор между сотрудником, так скажем, в юридическую, пойти, либо стать врачом. Решила, что можно помогать людям и работать в органах, совместить одно с другим. И поэтому поступила в медицинское учреждение. В последующем стала врачом-рентгенологом. И целенаправленно уже пришла работать в систему. У меня родители медики, и мне эта тема близка. И тети, и сестры, мы все в медицине. Хотела оказывать помощь. Пошла в начале медучилища. Оттуда уже в университет. Правда, педагогом работать не стала. Так и осталось в медицине. Мой дядя работает врачом. Вот я с самого начала решил, что врач – это благородная профессия. И по стопам как бы дядя пошел. Он сейчас тоже работает врачом-хирургом. Продолжение следует... Да, если бы я не был бы врачом, я, скорее всего, стал бы педагогом. Где-то в молодости у меня было желание, честно говоря, журналистом стать даже. Все мои родственники говорили, что с меня хороший прокурор. И мне предлагали быть прокурором. Но я никогда не хотела. Я хотела всегда врачом. Если бы я не была медиком, я бы была, наверное, одним из сотрудников вообще системы, органов. Потому что я по натуре человек очень пробивной, наверное, целеустремленный. И я просто хочу быть человеком в погонах. Для меня это было важно. Поэтому я пришла в эту систему. Если бы я не пошла в медицину, я, наверное, пошла бы в педагогику. Я очень люблю детей. Или бы я воспитывала их, или занималась бы, нянчилась бы с ними как-то. Или садик, или школа. Все-таки детская тема близка мне. Мать зауч, отец военрук. Дедушка директором школы был. Сестра тоже работает педагогом. Наверное, я сам тоже до устройства работал преподавателем медучилища. Я думаю, наверное, педагог выбрал бы. Музыка. 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 8 июля 1985 года я пришел в нашу систему. Пришел сюда начальником медицинской части учреждения ЛИУ-4. Тогда просто лечебно-исправительное учреждение. Поднялся на должность заместитель начальника учреждения по лечебно-профилактической работы. До пенсии. На пенсию ушел в 2007 году. В каком звании? В звании полковника. Я работал сначала офицером до 2012 года. Потом, значит, уже по возрасту работаю сейчас вольно-наемным. В каком звании ушли? Я капитаном был. Я закончила школу с отличием. Поступила в медицинский институт. После этого курса я работала медсестрой в нейрологическом отделении центральной больницы. и закончила медицинский институт. Мне предлагали работать на кафедре неврологии. Но мой супруг работал в ЛИУ-4 воспитателем больницы. И после окончания мне предложили работу в медотделии в Сен-России по республике Дагестан. У меня родители, бывшие сотрудники данной системы. я решила можно сказать пойти по стопам их и данное учреждение была так или иначе знакома так скажем с детства. Освободилось место и пришла на эту должность. Мне все нравится, устраивает. Знакомые работали в частности однокурсники здесь через них узнал. Субтитры подогнал «Симон» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый медик, я думаю, радуется душа, когда вылечивает больного. И я рад, что я смог получить и образование, и помогать людям. Врач – это самый важный человек на Земле, я считаю. Самый важный, он уже везде. Мы помогаем людям быть здоровыми. Мы медики, стоим на страже защиты здоровья и мирного населения, и наших больных. Если даже взять с того, что эти люди вылечатся и не будут заражать своих родных по выходу из учреждения, свою семью не будут заражать, других родственников, знакомых, даже с этих позиций, если взять, я думаю, это благородное дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине». Я ее автор и ведущая Сагибат Яхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok